доброй ночи ребята проехав 500 с копейками километров приехал я в город пассе который находится под парижем вот он кстати если вдруг не верится оба на пассе на моих песочных почти без 15 час ночи чтобы понимали а приехал я в город пассе на завод пса кому кто не знает что такое это короче завод peugeot citroen вот опять же если вы мне вдруг не верится и короче сейчас я попробую поеду к охраннику попробую договориться чтобы меня запустили потому что у них здесь как всегда то понос то золотуха топор пропускают меня без проблем а бывает надо минут десять ему писать в переводчике объяснять то что я на линии то что меня должны выгрузить том что чаще всего мне говорят tomorrow я конечно с удовольствием лег бы спать но нет у меня предстоит геморрой еще на пару часиков а какой геморрой я вам расскажу чуть позже сейчас попробую охрану пройти дальше уже расскажу ну что ж как я и говорил вот первый геморрой это объяснить охранникам они здесь постоянно меняются каждый раз разные то что то мне кричал tomorrow tomorrow короче я поэтому даже хотел записать на видео ну блин нужно было писать ему в переводчике пока я ему не написал то что у меня я к ним постоянно езжу и у меня загрузка и выгрузка постоянно у них ну сегодня то ему по барабану было это он не так запустил типа ну есть пофигу типа эти и едь себе вот и все вот это короче первый геморрой был теперь мы короче подъезжаем к офису здесь вот офис там сидит такой чувачок он вообще просто на забитом он такой ленивый и сейчас у меня с этим челом будет борьба еще тоже он все так не спеша короче у него такое впечатление но он походу думать что я вообще спать не хочу вообще ничего то что если он не спит значит и я спать не должен поэтому дальше у меня сейчас будет борьба с этим мужичком чтобы вы понимали ну а потом а потом короче всему свое время в общем то так не буду снимать ничего потому что если он еще увидит телефон это вообще будет ступор полный и короче так капут каюк кирдык короче будет так что так сейчас надо где-нибудь паркануться и идти короче оформлять документы на выгрузку может как вы можете заметить на часах час ночи и короче самый главный геморрой это короче мне сейчас нужно на этом заводе выгрузиться еще и загрузиться для выгрузки сейчас не доезжают до рампа мне нужно будет расшториться раскрепить ремни после чего за что рица подъехать к рампе выгрузиться после того как меня выгрузят отъехать от рампа ну естественно закрыть калитку я вам это все покажу и поехать еще на загрузку чтобы загрузить пустые железные палеты опять же для этого нам нужно вот расшториться поснимать все доски закрепить груз потому что поле это высокие они железные тяжелые и потом короче только поехать на паркинг и на паркинге это уже будет ближе к трем часам ночи найти место которого просто нет и переночевать до утра вот как-то так вот такая вот беда это вот самый главный минус этой линии то что вот ночная выгрузка и загрузка было бы конечно шикарно чтобы например он там чуваки гуляют не спится жим блин такие же к я герой хендану счета работники было конечно шикарно чтобы например я приехал стал на паузу девяточку крутанулся 30 выгрузился и поехал парень но увы как-то так ладно едем короче выгружаться там уже дальше все сами увидится ну все выглядит так как то так вот стоять здесь ребят нельзя потому что я стою на железной дороге его паровозов и здесь ни разу не видел но блин с моим везением может что-нибудь и приехать хочу в общем стал осталось один ремень раскрепить остальные вот уже все раскрепил он трещотки лежат сейчас все пособираю ну и буду ждать пока вот оттуда чувачок на рынок и выйдет на пизде в простонародье так что так ну в принципе нормально делал все быстро и это короче это он короче там машины поэтому завершаем съемочку дальше с ними на рампе надо штору закрыть бы хрен он здесь проедет трудимся дальше вот и подходит выгрузка в концу полетка еще загрузка не буду палиться короче уже все почти послаживал вот так вот выглядит рампа короче все выгрузился ну и осталось ребят самое сложное это загрузиться как-то так один залазим в тачку бы отдали мне дмашки рук не хватает и едем на загрузку что как вы можете заметить все по закону подлости пока выгружался под крышей была нормальная погода как только выехались под крышей сейчас буду на свежем воздухе грузиться начался дождь поэтому короче сейчас еще перед сном и задолбусь как говорится и еще плюс ко всему и вымотну так давай поля короче с чуваком немножко неправильно друг друга поняли ну да ладно он на легковой ему проще поэтому он не пропустил ну а я вот сейчас ребята еду на загрузочку вот она здесь у нас получается реально понедельник сложный день хотя вы понимали уже вторник поэтому вот сейчас подъезжаем вот сюда и идем карточку относить свою бумажку а он мои палеты короче стоят ой короче весело весело так что ладно сейчас запись надо записать номер автомобиля в бумагу видите отдавать дабы не тянутся время ну вот как то так это все ребят выглядит я даже не посмотрел сколько время короче захерачили по самые не балуй от а до я короче ладно сейчас ремни закрепил как можете видеть все затягиваю штору не пойду с документами квест начинается как говорит сейчас будем искать место которого нет на часах чтобы вы понимали 230 и думаю усна еще неизвестно сколько потому что мне надо еще покушать хотя бы там пару бутеров съесть плюс отнести цемы рачки чтобы мне печати поставили это опять же ребят все время и короче ну и как говорю еще найти куда стать это вообще короче веселуха я думал сегодня все будет гораздо попроще ну нет все короче как всегда ёшкин матрешкин короче вы понимали мне еще в лупили 18 тонн и короче еще и ехать интересно будет и по топливу мне кстати можете посответь я не знаю доеду и вообще ли не доеду короче как-то так в общем то ладно ребят буду искать место которого нет и короче в общем то до завтра а мне спокойной ночи в общем то Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро! Как вы могли заметить, покинул я ПСА, ну и в то же время город Пассив. Сейчас двигаюсь в сторону Германии. Нельзя не заметить то, что офигенная, ребят, погода, реально офигенная. Зимой такая погода, Франция, Германия, Польша, это редкость, это реально редкость. Смотрите, какой прикольный домик. И, короче, 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 вот еще один минус этой линии, то что на Пассив я еду, получается, по А4, по платной дороге. А вот обратно уже едем N-очками. Не знаю, почему так. Как по мне, так лучше бы мы с Германии на Францию ехали N-ками. Той же N-4. То есть все прекрасно успеваешь. И опять же, ты едешь ночью, не такой поток движения. В принципе, там получалось бы, ну, плюс-минус 30 минут по езде. Что не скажешь про обратку. А, и туда, кстати, заметьте, я тягаю по 12 тонн, по 11, такая вот фигня. Обратно меньше 17 я не тягаю. В данный момент у меня 18 тонн. Поэтому, ну, и поедем мы N-очками. Кстати, еще одно могу сказать, что сейчас все ребята любят тишину. Но, так как, например, я почти месяц отъездил на этой линии, когда я ехал на заправку, я ехал по А4, там, короче, 50 километров. Выезжал на платку и проезжал. Как бы все без проблем. Стоило мне поделиться этим с нашим коллегой из моей фирмы. Вроде нормальный мужик, все дела. И все, короче. Кирдык. Мне звонит диспетчер на утро и говорит, Дима, почему-то мы ездим по А4. Я говорю, Марина, ну, мы же месяц проездили по А4 туда, 50 километров. Не столь дорога дорога. Нет, 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 короче, ездим D-шками. Ну, там, короче, Троху с ней поругался. Ляля-то поля, в конечном итоге, все-таки, почти мой маршрут. Но вот этот кусок платной дороги, 50 километров, надо будет объезжать M31. Но ничего страшного. Но все же это лучше, чем она мне поначалу писала D-шками. Там, три D-шки, D-777. Короче, хватало там D-шек. Вот и все. Ну, а так, вот они, ребята. Все прелести езды по N-кам. Это, короче, жопа. Это вот в данный момент едем по N-104. Вечные, короче, пробки. Вот эти вот говнюки, лягушатники. Вот он хочет влезть. Вот по барабану ему, короче, он поехал просто. Ну, смотрите, полоса заканчивается. Им вообще пофигу. Короче, французы, это жесть. Они вообще ездить не умеют. Ну, а пока мы стоим в пробочке. Вот я для вас время не теряю. Выкидываю новый ролик. Уже идет обработка HD-качества. И надо будет буквально через минут 30... Ну, поехали, тормоз, поехали! Дбил! Они просто спят за рулем. Они вообще не знают, где они находятся. И говорю, надо будет через 30 минут встать на 15-минутную паузу. А зачем я хочу встать на эту паузу? Вы потом увидите. Тоже, двигаюсь по N4. Дорога для N-ки офигенная. Главное, чтобы на этой дороге вам не попался какой-нибудь задрот по переду. Но, в принципе, эта проблема решаема. Потому что вскоре из двух полосок мы перейдем в четырех полоску. И там отгон разрешен. Поэтому, если вам кто-то мешает, можно без проблем объехать с этого человека. А так вот сейчас ищу, короче, карман, чтобы показать вам, ребят. Ну, встать на 15 минут и показать вам, что мультиварка это как бы не понты, как некоторые говорят. А это реально удобно. Ну вот я нашелся такой карманчик на 15 минут. И за 10 минут я нарезал сосисочек, почистил картошечки, лучок, морковочка, специи, добавил немножко макарон. И, как вы думаете, что это будет? Ну, это будет, естественно, легенький супчик на обед. Что мы делаем дальше? Ставим в мультиварочку. Так, включаем. Ну-ка, чик, чик. Все, суп 50 минут. Ну, ему столько не нужно, так как мяса у нас там нет, оно закончилось. Купить еще не успел, но и с сосисками тоже будет неплохо. И все же вы знаете, опять же, то, что суп это очень полезно. Как бы на обед покушать что-нибудь жиденького, горяченького. Но мало кто это делает. А если делают, то только на выходных. Либо же, как я, например, я раньше до того момента, пока у меня не было мультиварки, я варил себе кастрюлю супа, разливал по баночкам от тушенки и ставил в холодильник. Ну, и на каждый день у меня было что-то покушать, ну, как бы супчик на обед. Но, опять же, вы понимаете, что вот этих 5 банок поставить в холодильник очень много места занимает. И все, и вот я решил свою проблему вот этой вот штукой. Поэтому, ребят, советую, всем советую, покупаем себе мультиварочки. Ну, а я поехал дальше. Осталось вот мне до паркинга, до 45 минут, где я собирался поставить, точнее уже 30 минут, так как 15 я крутанул. И все, и туда приеду, покушаю супчиков и дальше в дорогу. Так, заехал на паркинг, на часах, короче, пол пятого уже начинает смеркаться, он же даже фонари включили. Прикольно, красивое небо. И вот, короче, вот оно, вот оно, ребятки, плюсики мультиварочки. Оба-на, открываем, они сосисочки уже всплыли. Но зато бомба. Сейчас горяченького супчика. Приготовился он чуть раньше. Но, опять же, в мультиварке, у кого дома есть, такая фишка, то, что подогрев включается. И это не может не радовать. Поэтому сейчас бахну тарелочку супа, посмотрю, чему-то в ютубчике. Ну, и осталось мне 279 километров. Будем стартовать. Как раз одним махом доеду и на паузу. До обеда, до завтра.